Приветствую Вас, Альбина. Давайте разберем Ваш текст, Ваш вопрос и, соответственно, попробуем найти выход. Итак, меня зовут Альбина, мне 25 лет. Какое значение для Вас имеет возраст, что Вы о нем говорите практически сразу? Имеет ли он для Вас какое-то значение на возрасте, я имею ввиду? Потому что, если имеет, то надо бы понять, какое именно значение имеет для Вас возраст. Даже не знаю, с чего начать рассказ, то есть чувствуется вот некая такая нерешительность для Вас. Такое ощущение, что Вы не можете отдать предпочтение чему-то, что важнее. Я уже почти полгода пребываю в эпатичном состоянии. Мне ничего не хочется желать делать, не к чему стремиться, не вижу ни в чем смысла. Ну, здесь, я полагаю, можно сказать, что в дефле и так, что хотеть желать, наверное, все-таки больше не желал, чем можно. Потому что, ну, это, по сути, про управление Вашими желаниями Вы говорите. Мне кажется, данный подход не совсем корректным. В силу того, что желания, они, как правило, происходят вне, ну, вне наших, скажем так, ну, вне нашего управления, да. Вне наших эмоциональных, интеллектуальных усилий. Вот, поэтому тут Ваша позиция для меня не совсем понятна. Но, в целом, если говорить об этом состоянии, о состоянии, например, апатии, то я бы сказал, что оно, это состояние, больше про подавление, на мой взгляд, ну, на мой взгляд. Вот, оно больше про подавление, оно больше про то, что, вот, вы себя, грубо говоря, подавляете. То есть, вот, ну, сознательно, сознательно, сознательно или безсознательно, вот, вы себя подавляете. Что касается стремления, что касается стремления, то это больше, действительно, то потерю некого смысла. Возможно, вам не особо что интересно в жизни. Вот, ну, просто, ну, по себе, вот, сами по себе вы не испытываете интерес к чему-либо, не привыкли, не можете ориентироваться на него, на интерес. Ну, вот, на интерес, ну, вот, на интерес в жизни. То есть, на то, что именно вам, ну, могло бы быть интересно. Вот, это, конечно, может, достаточно сильно влиять на то, как вы воспринимаете себя и окружающий мир. Паршу. 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 или не видели смысла в том, что дьявол допустил, то это больше вопрос к тому, на что вы ориентируетесь в своем подходе, на что вы ориентируетесь, к примеру, при выборе какого-либо действия, при выборе каких-либо направлений ваших деятельностей и так далее. То есть вот это вот такое смысловое голодание производит, как правило, из-за того, что человек себе не доверяет. Потому что сам смысл того, что кто-то что-то делает, но он как раз таких в такой вот живой, в какой-то степени, обратной связи. Дальше. Так, вроде все было как у всех, даже лучше. Хорошо училась в школе, старалась умествовать, и так же в университете намного на хорошую работу. Ну вот здесь уже можно определенные моменты выявить. В частности, идея о том, что вы пытаетесь быть похожи, что вы ориентируетесь на других людей в терминовании своего поведения. То есть не на себя, а на других людей. пытаетесь быть лучше, что тоже, ну, влияет. То есть опять же, лучше, чем кто-то, но не вы. То есть вот ориентир идет здесь на окружающих. Вот окружающих вы отталкиваетесь. Окружающие вас определяют. Ну и, конечно же, здесь вряд ли может быть ситуация удовлетворенности, только при условии, если вы, к примеру, ну, конформисты. То есть если вас устраивает такая вот позиция, да, что именно другие люди вами управляют. Но в целом это, конечно, я бы сказал, крайне тяжело. Пытаться быть худшей, когда вы, там, допустим, чего-то не хотите, да, или как-то так. То есть здесь есть больше упор на социальный ориентир. Дальше. Ну, с нами считалось, что я жирю бесчусь. Ну, по факту, ваша мама, как я думаю, отвергала при своем наличии у вас трудностей. Вот. Как, ну, как мне кажется. И, в том числе, вот, ну, в частности, это могло провоцировать вас на то, чтобы, как бы, просто продолжать искать, что с вами что-то не так. Чтобы показать вам, что вы не просто так переживаете. Вот это вот такая борьба с мамой за, ну, за внимание. Борьба с мамой за оправдание того, что вы вот чем-то недовольны. Глобальное недовольство связано с непринятием себя, вот, значит, непринятием чего-то в себе. Вопрос только в том, чего именно вы себе не принимаете. Ну, например, вы стремитесь больше на результат. Если вы пытаетесь вот быть, допустим, лучше, да, если вот вы пытаетесь быть лучше всех, то это ориентир на результат в большей степени нежели чем на процесс. Ну, а результат это всегда условно. Дальше. Так, раньше, так, наверное, набрала, ну, я не уверен, что вы так считаете, раньше люди были проще, а я какая-то вечно заморочена на экземерных смыслах. Наверное, это все мое инфантильность и безответственность. Нет, я бы, наверное, все-таки сказал, что это чрезмерно здесь ответственность, потому что, ну, напротив, вы говорите, что ничего нельзя делать без смысла. У всего должен быть смысл, у всего должно быть там объяснение. Ну, допустим, допустим, и, как бы, это не безответственность и не инфанциализм, на мой взгляд. Это больше, ну, наоборот, про гиперответственность, про сверхответственность. Вот. Другой вопрос, почему экземерные смыслы вам важны? Вот. А, ну, почему? Это уже очень важный момент. Чем для вас важны эти самые примерные смыслы. Ну, все. Идем. В этом возрасте у многих уже есть семья. Моя мама еще была со мной на руках, а я как ребенок, который не хочет взрослеть или не знает как. Ну, здесь вы, по сути дела, предъявляете к себе требования. И требования, на мой взгляд, достаточно завышены. Причина этих требований, конечно же, вопрос. И вопрос, ну, довольно серьезный. Почему у вас такие вот требования к себе? Почему у вас такие вот требования? Что вот, ну, должно быть, должно быть у вас вот так, как вот. Вот так должно быть, как у других. И, ну, на мой взгляд, это можно и нужно поисследовать. То есть, тут идет отрицание того, что важно, и потребность направленных в сторону того, чтобы быть как все. Дальше. Значит, так. У меня вылез с работой, не жестко, но руководитель видел, что я сама не своя и совсем не концентрируюсь на работе. Отношения оборвали, а другие закрыли сплав в ужасном состоянии. Ну, я полагаю, вот, честно говоря, я полагаю, что здесь основная беда, именно ваша беда основная, заключается в том, что вы мыслите, вот я бы сказал, мыслите, оценками. Понимаете? То есть, вот, вы боитесь показаться людям, например, слабой, когда вот, ну, там, с вами, допустим, не все в порядке, по вашему мнению, вы боитесь показаться людям слабой. Отсюда такая вот потребность в том, чтобы закрыть, в том, чтобы, ну, чтобы избежать общения с людьми, потому что они, люди, в смысле, ну, могут вас оценить. Они могут вас, как-то вот, ну, дать вам какую-то оценку, скажем так, а это, скорее всего, вам неприятно. Скорее всего. Ну, скорее всего. Отсюда и необходимость закрыться от людей. Опять же здесь, как вы понимаете, проблема заключается в том, что вы себя не принимаете такой, какая вы, ну, есть. вот. Дальше. Потом мне посоветовали пойти на курсы НЛП. Я пошла и, как сейчас уже понимаю, из-за внешней мотивации нагоняя тренера, желание быть лучше в группе, я установил. Ну, по факту вы здесь, опять же, описываете такую идею, вот, что вы делаете это не для себя, да, ну, вот это вот вы делаете не для себя. А делали вы это для, ну, вот, ну, для других, опять же. Вот. И это очень важный момент, это очень важный момент. Почему вы, допустим, постоянно ориентируетесь на мнение окружающих людей, но не на себя. То есть, себя вы обесцениваете, именно себя. Дальше. Так, значит, курсы закончились, прошел месяц, я начал окрашиваться. Ну, по факту, опять же, нет внешней мотивации, а вам неинтересно это делать. То есть, вот, для себя вам неинтересно. Вот почему не хочется, это же вопрос другой, но не хочется. Когда у вас был вызов, да, когда у вас был вызов, в том числе вызов социальный. Тогда у вас, ну, все было относительно хорошо. Но, как только вызовы листала, то все, сразу начались проблемы. Дальше. Значит, так. Успел за месяц заменять место работы, но в автобусе открылась, вернулся на недом, теперь работает с нами, потерялся на доход независимость, за что буквально себя ненавижу. Ну, вот, здесь, как мне видится, ситуация работает таким образом, что вы занимаете, ну, максимально комфортную позицию по, ну, вот, по отношению к жизни, когда у вас кризис. То есть, это защита. Вот. А ненависть за потерю финансовой независимости, это выглядит, как попытка придать себе определенные рамки. То есть, это вот именно такая вот попытка придать себе хоть, ну, хоть какую-то определенность. Потому что, в противном случае, вы вообще не знаете, куда вам стремиться. И, что вообще делать. А вот так, вы себя ненавидите, и позиция относительно истинна. То есть, вот это плохо, это хорошо. Так можно делать, а так нельзя. Вот. Ну, как бы, на мой взгляд, по-моему, по-моему, все вполне себе очевидно. Ну, по-моему, 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 на мой взгляд, по-моему, все вполне понятно. И понятно, что вот продолжается какое-то такое вот достаточно сильное недоверие в себе продолжается. достаточно, ну, достаточно сильное подвержение сомнению себя и то, что вы собственно, собственно, делаете. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? Далее что? А в этом возрасте я сейчас сама должна стать поддержкой для мамы, иметь семью, расти в работе, а по факту полную неудачность. Ну, вот, собственно, это вот примерно то, о чем я, ну, говорил. То есть, это вот как раз требования к себе, да, такие вот требования. Это, это ориентир, ориентир на некую такую, если можно так сказать, социальную норму, вот. 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 У меня, правда, вопрос заключается в том, собственно, а на каком основании у вас вот эти вот к себе требования возникают, да, то есть, почему вы не допускаете, что, ну, ну, вы можете вообще-то, вы можете быть другой, да, и вообще-то вы можете действовать по жизни, ну, вот, необязательно. Ну, в том вот ключе, в каком вы описываете. То есть, у вас уже такое ощущение, что шаг влево, шаг вправо, все, это уже нельзя. Вот вы пребываете в постоянном напряжении из-за того, что не получается соответствовать неким вот стандартам, которые есть. Ну, так вы как раз на то и человек, чтобы привносить свои собственные вклады и что-то свое в модель поведения. Ну, так получается, что вы себе не верите, вы себя игнорируете, вот, и, ну, как бы, получается так, что вот изо всех сил пытаетесь опереться на других людей, изо всех сил пытаетесь опереться на окружающих. А как бы, ну, когда это не получается, то начинаете себя обвинять, чтобы чувствовать себя лучше. Дальше. Значит. Так. Потом начинает себя ругать за то, что ругает себя, и начинается истинный круг ада перед сном. Ну, здесь, пожалуй, можно задать вам такой вопрос. Почему вы считаете, что вообще имеете право себя ругать? Ну, то есть, почему вы считаете, что, ну, можете, эээ, например, так делать? Почему вы считаете, что, ээ, праве так делать? Почему вы считаете, что, праве так поступать по отношению к тебе? Это очень, очень важный момент. Ну, потому что вы же как-то вот допускаете, эээ, ну, факт того, что вам можно себя ругать, и факт того, что вы можете чем-то, условно говоря, заслужить. Такое, такое вот. Ну, давайте, эээ, скажем прямо о негативные отношения, эээ, себя самой к себе. Вот. Дальше. Эээ, так. Ненавижу себя за реализацию, в которой пребываю, в которой пребываю. Ну, я буквально не знаю, как для себя заставить что-либо делать, но вы на эту работу пойти на встречу отношениями, стать снова независимым. Вот смотрите, у вас, ээ, единственный выигр, по факту, это себя заставить. Ну, почему нужно обязательно себя и, себя именно заставлять? Почему вы не можете, например, делать то, что по желанию? А, может быть, вы не знаете то, чего хотите? Может быть, вы попросту не привыкли следовать тому, что хотите. Но почему себя нужно заставлять, делать что-то? Вот. И при таком раскладе понятно, что очень, эээ, очень невероятно тяжело и трудно, эээ, для вас будет, эээ, что-то начинать. Потому что это, ну, вот, такая тотальная, глобальная нефобода, нефобода. Тотальная, глобальная нефобода, эээ, ну, в том числе, по отношению к себе саму. Тебе саму, когда, когда, что бы вы ни делали, все это, как-то вот, под каким-то напряжением, давлением и прочим. Пытаюсь поговорить с мамой, наверное, холодный человек. Я ее понимаю, она не обязана скучно решать мою проблему. К тому же, когда вся ответственность на ней. Ну, здесь, мне думается, вы, эээ, в принципе, сознательно, сознательно вы обесцениваете свои переживания. Но, на мой взгляд, вы это делаете достаточно лукаво. Потому что выглядит все так, что, как раз таки, внимание своей мамы вам и хочется обратить на себя. Вот. Ну, это, в любом случае, это неплохо. Потому что вам хочется это сделать. Но было бы лучше, если бы вы себе сами в этом признались. Потому что, ну, вам, наверное, это будет неприятно слышать. Но мама, все-таки, будучи родным человеком вашим, вполне могла бы вас послушать. Ну, другое дело, что она этого, может быть, не может и не хочет. Но, тем не менее, у меня возникло такое ощущение, что вы, это, вот, вот, не обращаетесь, ну, вот, в том числе, не обращаетесь с целью, целью, как-то, вот, показать или продемонстрировать, что вы и маме свои не нужны. Я могу ошибаться, и я рад был бы, если бы я ошибался, но выглядит все в таком количестве. Хожу, как-то, конечно, и сам, безумляться, радуюсь, и надо плачу, живи или живи мы с нами оборудовании. Ну, вот, это, вот, такое, знаете, неумение, неумение жить здесь и сейчас, по сути делу. Ну вот, как мне кажется, как мне видится, не можете вы жить именно здесь и сейчас, не получается у вас это. Жаль, потому что это необходимые условия для того, чтобы двигаться как-то вот вперед для того, чтобы двигаться на луну вот куда-то в сторону, в сторону выворачиваете, в сторону творчества своего, собственно, вот и так далее. Дальше. Так, все вокруг выходят замужины, остаются в карьере, помогают родителям, а я достал. Но, опять же, здесь вы такое ощущение, что сравнивает себя с другими людьми, то есть вот хуже. Момент, да, что я не такая, как они. Я вот хуже, я вот хуже, я не похож. Вы знаете, вы действительно не похожи на других людей. Вы действительно не похожи, потому что вы уникальны. Вы отрицаете. У вас развивается депрессивное состояние именно по той причине, что вы, получается, вы отвергаете, вы отвергаете свои, ну, свои чувства. По сути дела, по сути дела, вы отвергаете свои чувства. Это очень тяжело, ну, для вас очень тяжело жить так, когда вы отвергаете свои чувства, ваши эмоции, ваши переживания. И это правда тяжело, это правда тяжело, очень тяжело для вас. Но в тем не менее, к какой-то степени вы себя сами в это состояние, вы будете установкой, что только следуя там под, ну, допустим, общественному мнению, следуя мнению других людей, я могу там, к примеру, чего-то достичь. Вот. Хотя это, ну, конечно же, не так. И не может быть это так. В принципе, ну, в принципе. Дальше. Я понимаю, что глупо и глупо искать смесь жизни, тем скорее всего просто в смерти. Нет, вы знаете, я здесь с вами не могу согласиться, смесь жизни, он совершенно не в смерти. Он, кратко, скорее, в том, чтобы делать те вещи, которые, ну, вам нравятся, те вещи, в которых вы хороши. То есть смысл жизни в том, чтобы раскрыться, максимально раскрыться, вот, и раскрыть свои способности, например. В этом, в этом смысл жизни, вот. Ну, это же означало бы, например, и то, что нужно признать наличие процесса, как, ну, как данности, да, как определенный такой, как определенного объективного факта. А у вас этого пока не выходит. То есть, ну, вот, не получается. И поиск смысла, это вот попытка объяснить, ну, попытка объяснить себе, что мне, ну, как мне делать. Как мне, ну, действовать. В том числе, вот, по жизни своей. Дальше. Так. Я понимаю, что работа – это набор конкретных навыков и действий, которые нужно принимать. Отношения – это не что-то, над ними не работа. Но, при этом, могу найти субъективное желание делать это. Не понимаю, зачем. Ну, видите, опять же, здесь у вас идет какое-то заставление себя. То есть, вот вы себя заставляете. Я понимаю, говорите вы, что это труд. Я понимаю, говорите вы, что это тяжело. Я понимаю, говорите вы, что это все очень трудно, трудно там и так далее. Но, извините, с чего вы решили, с чего вы решили, что это трудно. Почему вы считаете, что это, ну, трудно? И работа, и отношения. Откуда вы взяли, что это трудно? Если операция не на себя, А, ну вот. А в отношениях, если операция не на себя. А если операция именно, вот, на других людей. Ну да. В таком случае, наверное, действительно, вы правы. Это действительно очень тяжело. И действительно, это работа. Но, если операция на себя, то это достаточно просто. Как вам хочется, так вы и делаете. Как вам хочется строить отношения, так вы их и строите. К примеру. Понимаете? Какая история. И какая штука здесь. Вот. Вот. Но вопрос в том, принимаете ли вы подобное себе или нет. На мой взгляд, в вашу жизнь нужно было просить строго, по правилам. Без минимального даже ухода в сторону некой свободы. Ну, это связано с тем, что ваша мама, вероятно, достаточно строгий человек, который не позволяет себе каких-то таких поблажек, вот, и так далее. Вероятно. Ну, я так, по крайней мере, думаю, я не берусь утверждать этого наверняка. Сейчас. Вот. И последнее. Вот что я хочу вам сказать. Самое главное. Это не... смысл. В капельском порыве. Тысяча. Вот. Пытаетесь его найти. А вот. Смысл. И никак не может. Самое главное, не смысл. Самое главное, не смысл. Обратная связь – это эмоции от того, что вы делаете. Самое главное – это та такая вот обратная связь условно, которая чувствуется, когда человек делает что-то, что ему нравится, что-то, что ему интересно, что-то, что ему по душе и прочее. И если практически всегда смысл можно оспорить, то чувство – оспорить нельзя. Эмоции нельзя оспорить. Обратная связь, симпатия, радость от того, что вы делаете что-то, что вам нравится – это всё – оспорить нельзя. И именно поэтому вы пробиваете в постоянных сомнениях, потому что именно это важнейшая основа для отношений. вы, на мой взгляд, как-то себе объяснили. Вот. Конечно, интересный момент, как вы к этому пришли. Как вы пришли, вот, например, к тому, чтобы, ну, обесценивать себя, да? Как вы пришли к тому, что считаете, что, ну, ваши выборы, ваши решения, ваши предпочтения, неважно. Не важно. Как вы к этому пришли? Если пришли, конечно же. Если вы пришли к этому сами. Как вы к этому пришли? Это очень важный момент, потому что он напрямую влияет на то, как вы себя, собственно говоря, позиционируете в отношениях, опять же, в отношениях с другими людьми, в отношениях с самой собой, в отношениях с той же мамой, которой, как я думаю, у вас есть, скажем так, ряд претензий, претензий. Вот это все нужно разбирать. Поэтому вы, конечно, большая молодец, что задаете вопрос на сайт, но это только начало, это только начало работы. В дальнейшем мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то вот работали над собой, мне бы хотелось, чтобы вы занялись, допустим, ростом твоим личностным в том числе, чтобы вы больше доверяли себе, работали со своими чувствами, со своими эмоциями, со своими переживаниями, может быть даже со страхами. вот, ну, детско-родительские отношения преследовали бы, вот, в том контексте, ну, чтобы их в той или иной степени гармонизировать, дабы не было каких-то, каких-то таких обид, которые сейчас имеют место быть, в том числе на вашу маму, в том числе, такой вот, ну, полу-негатив на окружающих людей, да, когда вы от них закрывали. Опять же, я не хотел бы, очень не хотел бы, чтобы вы думали, что это обвинение, а нет, это не обвинение. Но я надеюсь, что вы делаете определенные выводы, я надеюсь, что вы подумаете над тем, что я сказал, и все-таки начнете работу, работу по корректированию или по выводу себя из данного состояния. Вот. Ну, а на этом, я думаю, можно в целом закончить мой ответ. Я надеюсь, что это вам было полезно. Выбирайте себе специалиста и начинайте со специалистом работать по тому вопросу, который вас волнует. вот. Если вдруг у вас нет денег, то обращайтесь в психологический центр, который, ну, скорее всего, находится в вашем городе, то вам также могут помочь. Ну, а я желаю вам еще раз всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Всего вам самого доброго.